А мы на вас ровняемся. У Марии Загребельной большой праздник ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет. По случаю юбилея она получила поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина. Я очень, очень рада. Марии Сидоровне было 19 лет, когда она попала на фронт. Участвовала в обороне Севастополя, рыла противотанковые рвы и пулеметные щели. Будучи санинструктором, девушка переправляла раненых на Большую Землю в прифронтовой госпиталь. Командира, когда ранили, меня пришлось его сопровождать на пароход. Попала в пароход и попала на Большую Землю. А уже не могла я сразу выбраться. Надо было ранить их, развести, где места есть. С Большой Земли Мария Сидоровна вернулась в 1942 году, чтобы вновь защищать родину. А до этого отважная женщина совершила подвиг, спасла знамя кавалерийской дивизии. Хотя сама об этом не знала. Марию Загребельную со знаменем отправили в воинскую часть. Долгим и нелегким путем она смогла добраться туда. Завели у домик. Когда все размотали, я видела, что красное, а что не знала. А когда слышу, я в одной комнатке кричать, знамя спасено, спасено. Оказывается, это знамя кавалерийской дивизии второй. Мария Сидоровна награждена двумя медалями за оборону Севастополя и за победу над Германией к 100-летнему юбилею. Она полна энергии. У нее есть хобби – вязание. За любимым делом Мария Загребельная поет песни. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Теплые носочки Мария Сидоровна вяжет всей своей большой семье, которая каждый день согревает ее любовью и заботой. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Тобольское время.